Ну что, мадам, прибыли мы? Можно выкуливаться. Пошли гулять. Идем. Проверим, что у нас там дерево не делается. Ну давай, нюхай, кто тут бывал. Были ли дикие животные? Моё любимое место. Туя. Туя-определитель. Ну так, вроде, всё тихо, спокойно. Пока. Это как туя. Так, всё нормально. Так, а сегодня у нас в рубрике полезное или бесполезное. Разгораю. Интересно, собаку стало забавнее? Столкнулся с такой фигнёй? Вот, решил поделиться. Полезное и бесполезное. Как вы думаете, что вот это такое? Или вот это? А, кто сообразил быстренько? Так, это вот называется. Антивибрационные подставки под вашу стиральную машину-автомат. Вот, как они выглядят. Почему машина начала ходить? Показывают. Вот так она и начала ходить. Вот такие полезные вещи. Очень полезные. Продают на всяких Алиэкспрессах. Она, в принципе, не должна работать. Потому что эти пустоты при её весе разрушают. Ну, вот эта дешёвая подставка. С какого-то магазинчика. Причём, оформлено было всё красиво. Вот, что с ними происходит. То есть, практически, это выброшенные деньги. Хотя, примерно, наверное, с полгода, если не больше, они выполняли какую-то свою функцию. Ну, вот. Итог такой. Так что, стоит задуматься. Надо это. Или, может быть, найти что-то более качественное. Это вот, это явно неработоспособная система. Ну, а вот, показываю проверенное временем. И, опа. Даже не отмывал с ними. Чтобы поверили в ту, что это правда. Вот они. Это деревенские наши из деревьев. Вот, да, три, наверное, машины на них стоит. Вот такие вот чумазые. Но, тем не менее, рабочие. Так что, учтите, при покупке все эти ребристые поверхности. То есть, все разводят. Я не знаю, насколько они предотвращают вот эти вот вибрации. Но, по крайней мере, с ними она ходила меньше. Хотя, вот эта вот поверхность гладкая тоже при неправильной загрузке вызывает некоторый шок и трепет. Так что, запомните. Вот это работало. Ну, а то, что я вам показывал в предыдущей серии выброшенные времена.